Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Незаметно тихой подступью к нам на порог приходит июль. И сегодня мы с вами обсуждаем план работ на винограднике на этот месяц. В первую очередь мы продолжаем проводить все зеленые операции. Мы продолжаем подвязывать наши лозы. Мы продолжаем работать с пасынками. Отдельное видео по этим операциям есть. Я вам обязательно оставлю ссылку. Ну и кроме того, наши лозы активно растут и добираются до верхней проволоки. Поэтому еще немножко мы с вами будем проводить чеканку. Более подробно тоже я сниму видео, но чуть позже. Еще одна важная операция, которую мы с вами будем проводить в июле, это нормировка урожаем. Но сейчас у нас конец июня. Кто-то уже ягодки завязал, кто-то еще доцветает. Я думаю, что недельки через две как раз таки наступит то время, когда мы будем проводить эту самую нормировку. Подробно я вам покажу и расскажу. Ну на сегодняшний день у меня ягоды завязала только зилга, мукузани. Мукузани куст молодой, но там грозди небольшие, там нормировка не нужна. Зилгу мы тоже в общем-то не нормируем, несмотря на то, что она закладывает 4 грозди на побег. Но куст большой, кусту уже много лет, поэтому нормировку ему мы не проводим. Он прекрасно тянет эту нагрузку. Ну и вот пару дней назад я вам рассказывала, что прошел град, и в общем-то нормировка прошла сама собой. Часть ягод побила, поэтому зилга точно в нормировке урожая им не нуждается. Ну конечно, тот, кто будет нуждаться, я вам обязательно покажу все на конкретных примерах, но тоже чуть позже. Подкормки мы будем проводить еще одну, где-то через недельку. Напомню, мы кормим настой навоза, приблизительно мешок навоза на 200 литров воды. И сейчас уже туда можно и даже нужно добавлять золу. Зола содержит калий, и потребность растения виноградного в калии, вот сейчас, в период активного роста, она достаточно большая. Конечно, можно проводить калийные подкормки чуть позже, но на самом деле лучше все вносить вовремя, чтобы растение это успевало усваивать. Напомню, калий нам нужен для созревания ягод и для вызревания лозы. Вегетационный период у нас короткий, поэтому это очень важный момент. И конечно, если у вас кусты жирующие, что такое жирующий куст, есть отдельное видео, ссылку обязательно вам оставлю. Так вот, жирующие кусты подкармливать сейчас уже не нужно, только какими-то калийными препаратами. И периодически вы спрашиваете, можно ли подкармливать травяным настоем кусты. Да, можно, но тоже сделайте это вот сейчас, буквально в ближайшую неделю, потому что травяные настои, особенно ферментированная трава, что такое ферментированная трава? Трава плотно набивается в черный пакет, несколько дней лежит, приобретает приятный запах, потом делают с этого настой, поливают. Замечательная подкормка, но такая подкормка содержит много азота. По ослабленным кустам еще в первую неделю июля это можно делать, а позже нежелательно. Напомню, потому что мы азотом разгоним активный рост, потом не будем знать, что с этим делать и как работать над вызреванием лозы. Поэтому с этим надо быть аккуратным. По навозу мы каждый год так делаем, каждый год у нас все хорошо, то есть я уже знаю, что это способ рабочий и все будет нормально. Но тоже не затягиваем, не позднее, в середине июля мы проводим такие подкормки. Поливы. Про поливы недавно мы разговаривали в отдельном видео, где я более подробно рассказывала. Значит, сейчас у нас что происходит на винограднике? Кто-то еще вот-вот собирается цвести, кто-то цветет, кто-то уже отцвел и наливает ягоду. Кусты, которые наливают ягоду, сейчас активно нуждаются во влаге. Но мы помним, что у нас есть разные почвы, разная погода. Если сейчас идут дожди, никаких поливов проводить не нужно. Если у вас достаточно влагоемкие почвы, поливы проводить не нужно. Мы проводим поливы только тогда, когда в этом есть необходимость. Когда стоит сильная жаркая сухая погода, а почва тоже легкая, очень сухая, тогда в период налива ягоды виноградный куст в воде нуждается. Это будет способствовать и лучшему росту ягоды, лучшему росту куста, лучшему его развитию. И в дальнейшем будет уменьшать риски треска ягоды. Обработки. Обработки мы с вами проводим после цветения. Вот на такой стадии, которая называется горох. Чем обрабатываем? Препаратами от мильзи и аидиума. Какие группы препаратов вам выбрать, вы решаете сами. Это могут быть системные препараты, которые проникат вглубь растения. Это могут быть контактные препараты, такие как медный купорос и препараты серый. Это могут быть биопрепараты. Тут уже выбор за вами. Если в вашем регионе есть такое заболевание, как серая гниль, вы в прошлом году замечали, что ваши ягоды сильно гниют в период созревания, прям такой большой серый пух, то проведите еще обработку против гнилей. И смотрите, медный купорос вроде бы он тоже против гнилей работает. Но если в прошлом году у вас была вспышка вот этих самых гнилей, то лучше поработать сейчас системным препаратом. Чем опасна гниль? Она не только поражает ягоды, она может поражать и лозой, и прям на лозу может быть такой серый налет. Я видела однажды это на винограднике. Не на своем, на чужом, но тем не менее, то есть заболевание довольно опасное. Его лучше пресечь сразу на корню. И от гнили мы работаем сейчас по гороху и потом перед смыканием грозди. Препараты. Это может быть хорус, это может быть свеч. Хорус работает больше по прохладной температуре, свеч, по-моему, работает и больше по теплу, но я свечем никогда не работала. И, в принципе, у нас проблемы с гнилями не было, но пару дней назад у нас прошел град, побил ягоду, побил лист, побил лозу. То есть на самом деле очень сильно открыл ворота инфекции. Конечно, в таком случае, то есть я тут же быстренько провела буквально в тот же день профилактическую обработку, чтобы максимально защитить растение, ну и сохранить то, что у нас есть. Также у нас еще может быть одна обработка ближе к концу месяца за некоторое время до созревания урожая. Особенно если мы работаем с системными препаратами, читаем в инструкциях, сколько времени должно пройти до сбора урожая. Бывают препараты разные, где-то 7 дней, где-то 14, где-то 20. Я всегда выдерживаю еще на неделю плюс. То есть здесь смотрим, если необходима такая обработка, то где-то в конце июля мы ее проводим. Также, конечно, мы следим за погодой, за инфекционным фоном. Также в перерывах между вот этими обработками, как бы сейчас в начале июля, и в конце июля мы еще можем проводить обработку биопрепаратами, особенно если у нас стоят неблагоприятные погодные условия, особенно если идут дожди. Вот как раз такие биопрепараты прекрасно будут работать в дождь. Бактериям хорошо жить во влажной среде, смываться они сильно не смываются, в отличие, например, от контактных препаратов. Так что вот этим смело можно работать. Но более подробно еще по обработкам пару не пройдет. Я посмотрю эффекты, обязательно сниму вам видео, расскажу, что я использовала, что как работает. Но очень важно сейчас после цветения профилактическую обработку любой группы препаратов, которую вы выберете, провести. Тем более, что вот конкретно у нас стояла жара, сейчас вот прошли дождики, сегодня еще день прохладный, завтра обещают вернуться тепло. Соответственно, замечательное время для развития мельдью. Особенно у нас, когда растение ослабил град. Я обработала кроме хоруса по тем кустам, которые уже отцвели, еще и термофильным чаем. Термофильный чай в прошлом году я попробовала, знаю, что против мельдью замечательно работает. Посмотрим, конечно, эффект сейчас. Но в прошлом году я работала уже по больным кустам, замечательно помогает. Что это такое, тоже ссылку вам оставлю. Так что Юль в плане работ обещает быть месяцем очень активным. Ну, что поделать, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Все полезные ссылки. Ссылка на каталог наших сортов и награды. И мои контакты. До новых встреч.